Всем привет, ребят! Добро пожаловать на мой Бьюти-канал снова. Меня все так же зовут Юля, и в сегодняшнем видео мы поговорим с вами о моих фаворитах месяца января. Если честно, в прошлом месяце, мне кажется, я не так много покупала новой косметики, как обычно я покупаю, и это вопрос, который мне тоже задавалось, почему, почему так. Обычно я покупаю достаточно много косметики на обзор, поэтому фаворитов мало, но не есть. К тому же, небольшой бонус, вы узнаете о моих фаворитах по уходу за кожей лица. Я думаю, что это интересно, но если вам интересно, то дайте мне знать тоже, если вам не интересен контент о уходе за кожей лица, это будет очень кстати. И да, пожалуйста, не забывайте подписываться, ставить лайк, если вам нравится мой контент, и давайте уже начнем. Поехали! Итак, первое, с чего я хочу начать, это будет моя самая недавняя покупка. Я зашла в Алту и закупила там вещичек на обзор, и эти румяна от Kevide Beauty или Kat Von D, как она раньше называлась, меня очень сильно привлекли. Во-первых, упаковка этого товара, она просто шикарная, потрясающая. У меня цвет называется Peony, и это, мне кажется, один из самых, ну таких, более-менее натуральных, розоватых оттенков в коллекции у Kat Von D. Я слышала, что у Kat Von D прям не очень хорошо все в бизнесе сейчас, мне интересно, насколько продажи хороши, но я все равно считаю, что качество у Kevide Beauty или Kat Von D, оно просто шикарное, особенно все хвалят ее румяна, потому что они очень долго держатся, и, в общем, они смотрятся просто шикарно. У меня они сегодня, кстати говоря, на моих щечках, и надеюсь, что вы видите, но они дают такой, знаете, потрясающий эффект свежей кожи, ну вот прям как будто молодят тебя они, мне так кажется. Цвет, конечно, тоже очень милый, я в них влюбилась с первого взгляда, я долго очень выбирала, какой цвет мне выбрать, потому что там, ну, понятное дело, большой выбор цветов есть, и я посчитала, что такого милого розоватого цвета у меня нет в моей коллекции, я решила приобрести его, и я не прогадала. Эти румяна от Kevide Beauty, они у меня в фаворитах, обожаю, буду использовать их как можно чаще, хотя, конечно, когда у тебя столько румян, это невозможно, щеки-то всего лишь две, но, в общем, они реально очень классные, такие прям, знаете, как шелк мягкий, и пигмент, он может быть очень сильным, но при желании он может сделать очень и очень естественным и натуральным. На удивление, эта палетка от Estee Lauder, которая попалась нам в чемоданчике Blockbuster от Estee Lauder, которую я покупала на Новый год, она мне понравилась, мне очень нравится особенно бронзер в этой палетке, он мне подходит прямо на все 100%, как я считаю, моему типу кожи. Мне кажется, он такого идеального оттенка, почему? Потому что он не слишком темный, не слишком светлый, что-то вот посередине, и мне кажется, что большинство моих бронзеров, они, ну, прям такие темненькие, не слишком натурально смотрятся, а этот, на удивление, опять же, мне очень-очень понравился. Очень классная палетка, обожаю использовать ее на повседневный макияж, просто потрясающе. Дальше, давайте перейдем к, наверное, самому ожидаемому запуску января, это новая коллекция от Rare Beauty, если честно, мне понравились почти все компоненты ее коллекции, мне было бы интересно, на самом деле, посмотреть еще на другие оттенки ее коллекции, там какие-то более натуральные, потому что это все-таки, нет, у меня натуральный оттенок, да, Neural Neutral. Мне кажется, он такой слишком розоватый, но это не помешало мне полюбить, полюбить эту коллекцию. Во-первых, мне понравился, конечно же, блеск. Блеск, он такой, знаете, идеальный блеск, который не дает вам липкости, конечно, если у вас попадут волосы на губы, то блеск, он, ну, так или иначе останется на ваших волосах, поэтому с этим он не поможет, вот, но как он на губах ощущается и смотрится, это просто волшебство. Конечно, нельзя не упомянуть упаковку, она оригинальная в своем роде, я такой упаковки ни разу не видела, ни одного блеска, это что-то новенькое, интересное, инновационное, опять же. И этот оттенок у меня, кстати говоря, сейчас на губах, и вот так вот он смотрится, такой, знаете, идеальный оттенок на повседневку. Да, мне он нравится. Определенно из этой коллекции можно выбрать то, что будет каждому по душе, мне кажется, оттенок не для neutral, или как натуральный оттенок, это идеальный оттенок, ну, который подойдет каждому, как мне кажется. Это определенно у меня в фаворитах, и я всегда стараюсь бросить этот блеск в мою сумочку, когда я куда-то иду, просто потому что я знаю, что это будет очень хорошо на моих губах смотреться. Дальше, тени от Rare Beauty мне понравились, они мне сегодня, кстати, говорят, тоже на моих веках, вместе с тенями жидкими от Патрика Стара. Именно этот оттенок мне, он понравился, это такой нейтральный оттенок, который очень будет хорошо смотреться с другими оттенками такого же типа, это больше как подложка, как мне кажется, она будет идеальной подложкой под более яркий макияж, но, когда, допустим, я не знаю, что я хочу сделать, какой макияж, допустим, сегодня я не знала, что сделать, я взяла эти тени, я их растушевала легонечко, нанесла блестки поверх, пум, макияж готов, все здорово, и ты чувствуешь себя, ну, более женственная, что ли, и мужу нравится тоже, надеюсь. Этот продукт, он многофункционален, то есть его можно использовать не только на веках, но и на губах также, и как румяна можно его тоже использовать. Красивый оттенок, наверное, бы посоветовала вам тоже попробовать что-то из ее коллекции, хотя многие говорят, что в этом нет ничего уникального. Мне кажется, именно для американского рынка это уникально, ну, как мне кажется. Наверное, одна из причин, почему Rare Beauty так популярна, это потому что эстетика их продуктов, она так и чувствуется, даже когда ты смотришь на картинку этого продукта на Sephora, тебе почему-то хочется его взять и попробовать. Наверное, еще и потому что они за натуральную красоту, за естественность, и, наверное, это очень цепляет, меня тоже в том числе. Конечно, румяна это, знаете, такая милота, которая так приятно смотрится на косметическом столике, это эстетика в ее самом высшем проявлении, как мне кажется. Мне нравится цвет, и он, опять же, идеальный цвет на повседневку, я его использую, когда, опять же, я использую все продукты, наверное, из ее коллекции, потому что все это смотрится в купе, шикарно, естественно, и красиво. Ну, в общем, вы знаете, да, все эти прилагатели, которые можно подобрать, смотря на косметику, и используя косметику Rare Beauty. Два релиза от Anastasia или Anastasia Beverly Hills, которые мне также понравились на удивление. На удивление я оказалась в восторге от ее хайлайтера Eyes Out, он потрясающий. Если вы фанат золотистого финиша, то он вам понравится. Если честно, изначально я не рассчитывала на хайлайтер этот, то, что он понравится мне так сильно, но когда я начала им пользоваться, ну, там, каждый день, прям я такая, окей, я хочу чему-то золотистого на своих щеках, я достаю его, я провожу, такой, знаете, легкой, легким движением руки по своим щекам. И я становлюсь очень счастливой от того, что я взяла продукт этот. Мне нравится, первое, упаковка. Упаковка, она хороша, она красивая, да, но самое главное, это то, что вы видите внутри, это просто нечто. Я считаю, это произведение искусства, все такое ребристое, все очень красиво смотрится. Опять же, этот хайлайтер, он имеет в себе такой золотистый финиш, ну, или потон, получается. Поэтому, если вы любите такое, то он вам понравится. И многие говорят, что хайлайтер этот, он гораздо более такой мягкий, не такой золотой, если я не ошибаюсь. Сейчас вам покажу swatch. Так он смотрится. Я считаю, что он смотрится просто потрясающе. Если вы используете его один раз, то, поверьте мне, вы начнете влюбляться в него. Так произошло со мной. И, наверное, в том числе из-за этого хайлайтера я начала по-другому смотреть на золотистые хайлайтеры. Мне кажется, что это что-то новенькое. И это всегда здорово. Выходить из зоны комфорта, в конце концов, все-таки новый год, новые начинания, новые стили макияжа и так далее. В общем, эта вещичка меня порадовала, поразила. Использую каждый день, как можно чаще стараюсь использовать его. И вам тоже могу посоветовать этот хайлайтер 100%. Дальше. По поводу этого геля. Мне он тоже понравился. Сегодня я использовала его тоже. Это, мне кажется, тот тип геля для бровей, который... Вот вы используете его, и вы не чувствуете, что вам нужно обладать какими-то навыками визажиста, чтобы создать такие, знаете, идеальные, инстаграмные, немножко взъерошенные брови. И я это почувствовала, используя продукт этот. Например, сегодня я сделала то, что никогда не делала. Я сделала так, что мои брови, они прям конкретно, ну, так хорошо взъерошены. Я так раньше не делала. Но когда я использую продукт этот, мне хочется это сделать, и надо сказать, что не один раз, когда я использовала продукт этот, а я использовала его очень много, как можно видеть, я ни разу не разочаровалась в том, какой результат у меня появлялся, я не раз буду поминать продукт этот в своих видео, потому что он действительно, ну, это Анастасия, она знает, как делать продукты для бровей, кстати, на минуточку у меня сегодня на бровях все от Анастасии, начиная от ее помадки, которую я забросила когда-то, сейчас опять начала ей пользоваться, она у меня в оттенке Soft Brown, когда я использовала сегодня этот продукт для бровей, я вдруг поняла, что оказывается я могу очень даже хорошие брови рисовать, то есть оба эти продукта дали мне, ну, брови, которые мне нравятся, то есть... Праймер от NYX, который мы получили в нашей коробке от Trend Mood Box, у них, кстати говоря, выходит коробка завтра, там очень много всего интересного, и мне было бы очень интересно знать, ребят, если вам интересны такие коробки, потому что я думаю, заказывать мне ее или не заказывать, потому что там есть классные продукты, которые окупают коробку эту в миллион раз, ну, не в миллион раз, но очень много, очень много сэкономить можно, купив ее, потому что там есть два оттенка жидких теней от Danessa Maric, если я не ошибаюсь, ее зовут, я думаю, что это было бы интересно открыть и посмотреть, что там еще, там очень много всего интересного, поэтому дайте мне знать, хотите ли вы видеть это видео на моем канале, распаковка коробки от Trend Mood Box. Итак, этот праймер у нас стоит, вы сейчас немножко, наверное, пойдете, он стоит 17 долларов, если покупать его в любом американском магазине, и люди очень многие немножко были в шоке, ну, как так, NYX это вроде как бюджетный бренд, почему-то такие дорогие цены. Насчет хорошего об этом праймере, да, если не говорить о цене, он реально делает так, что кожа становится такой гладкой, красивой, блестящей, и к тому же его можно использовать и не только, допустим, по тональной основе, но еще и просто так. Меня очень поразила текстура этого праймера, она как будто бы взбитая, то есть это как будто взбитые сливки, которые у вас оказываются на руке. Очень сильный аромат у него, такой аромат, даже не знаю, мармелада, ну, он очень сахарный. Он определенно дает вам тот эффект, который описывается на упаковке этого праймера, типа 10 в одном, так, 10 в одном, 10 преимуществ в одном флаконе, и кожа после него прям очень-очень мягкая, и мне нравится его использовать, это когда, знаете, вы используете его, получаете такой, такой спа-наслаждение, потому что он так вкусно пахнет, немножко неожиданно чувствовать такой запах, когда ты используешь праймер, а не, допустим, крем. Наверное, поэтому я не использую его каждый день, потому что запах у него прям такой резкий, сильный, но приятный. Он отличается от других праймеров, которые у меня есть, и рука у меня к нему определенно тянется. Дальше у меня есть небольшая миниатюра-пудра от By Terry, я получила ее в, по-моему, адвент-календаре, что-то вроде того, и я очень была расстроена, что я не использовала ее раньше, потому что мне она невероятно-невероятно понравилась. Эффект, который я получаю, использую эту пудру под глазами в особенности, он просто разительно отличается от всех тех пудр, которые я когда-либо использовала. Во-первых, она очень хорошо увлажняет кожу, и она делает также кожу очень-очень гладкой. Теперь я понимаю, почему некоторые продукты косметические от By Terry или By Terry, они дорого стоят, потому что, ну, большая часть продуктов их, она прям очень хорошо работает. Не уверена насчет их, допустим, блесков, но вот пудра, я ее, знаете, так храню, но не хочу использовать прям сразу всю. И эта пудра, она очень дорогая. Полный размер стоит этой пудры долларов 40 точно, поэтому эта штука мне очень понравилась. Да, Вича я смотрела видео одной влогерши, у которой, сколько там, 2 миллиона подписчиков, 3. Ее зовут Лаура Ли, и она очень популярна, у нее свой есть магазин одежды, у нее своя косметика есть. И она недавно делала покупки на 500 долларов в Алте, и одна из ее покупок была, был вот этот вот товар. Это помадка для волос, то есть, ну, больше как воск, наверное, для волос. Я очень заинтересовалась, во-первых, я ни разу не слышала об этом бренде, который называется у нас Authentic, что-то там? Authentic Beauty Concept, да, смысл в чем? Вы наносите этот продукт больше как воск, но он очень приятно пахнет, у него такой аромат, знаете, вот как парфюм, вот что-то вроде того, прям реально парфюм. Наносите это на ваши ненавистные бейби волосы, волосики, которые постоянно вылетают из этой области и вот так вот, да, торчат. У меня постоянно проблема такая была, что я могу уложить полностью, красиво сделать волосы, чтобы они красиво смотрелись. И что вы думаете, конечно, вот эти бейби волосы, они постоянно вылазили, и я, естественно, не могла... Кот тут лежит, смотрит на меня. Естественно, я не смогла удержаться и не попробовать продукт. Этот, тем более, она его купила. Сегодня я тоже попользовалась этим продуктом, и мне кажется, что волосы, они реально остаются на своем месте и никуда не выходят за пределы вот этого, вот этой части. Стоила такая штучка не очень дешево, на самом деле, это больше как премиум класс продукт, но его хватит надолго, и мне кажется, что это 100% стоящий продукт для использования на каждый день. Обожаю такие продукты, которые ты покупаешь, и вот каждый раз ты используешь их, ты получаешь такой экспириенс в плане именно запаха. Дальше, дальше, продукт от Fenty Beauty, который я обозревала прямо перед началом нового 2021 года, и я его использую каждый день, когда мне прям вот необходимо знать, что макияж мой очень хорошо зафиксирован, и это работало очень долгое время. Например, сегодня я подправила свой макияж вот здесь, и это здорово работает, то есть реально видно, что все, ну, матируется, я бы сказала так, но, однако, это может подчеркнуть сухость кожи, с этим продуктом это очень даже возможно. Вчера я очень удивилась тому, что я нанесла, кстати говоря, свой любимчик, крем от Colourpop, я закрепила его этой пудрой, и когда мы были на улице, было жарко, понятное дело, мы покушали, и я вдруг увидела, что продукты на моем лице, а именно этот тон и эта пудра, они начали слезать с моего лица, особенно в зоне носа, здесь все начало слезать, и у меня никогда такого не было в жизни, чтобы мой макияж настолько прям вот плохо смотрелся после там вот трех часов носки. После этого момента я так подумала, а не запудрили это все? Потому что обычно, когда я использую эту основу от Colourpop, о которой я говорила, наверное, в каждом своем видео, у меня такого никогда не было в жизни. Именно поэтому эта основа у меня все так же находится в фаворитах, мне кажется, уже не первый месяц, но именно почему-то в этом месяце моя рука тянулась очень часто к этим средствам от Colourpop. У меня две баночки, потому что я люблю смешивать два оттенка, потому что этот оттенок, который у нас 45W или light, ну светлый оттенок, он немножко светлый, а этот оттенок, который у нас 50W, тоже light, светлый. Короче, этот оттенок, он более холодный, этот оттенок, он более теплый. И когда вы их смешиваете, получаете тот самый идеальный цвет, и это всегда работает со мной. Однако здесь у меня осталось совсем немножко, вот столечка у меня здесь осталась в этом тюбике, а здесь у меня осталось чуть больше. Мне очень нравится, использую каждый день, и я думаю, что я буду еще раз покупать. Эти продукты от Colourpop, они просто потрясающие. Потрясающая кожа, будто бы светлится изнутри. На вашей коже может быть очень много этого тона, если вы, допустим, захотите сделать покрытие ваше таким, ну, средним или более плотным. Возможно, его можно достроить до плотного, но мне кажется, это больше как среднее покрытие. Ваше лицо, даже после нескольких слоев этого продукта, будет смотреться, как будто бы у вас нет ничего на лице. Также, когда, допустим, я использую какие-нибудь кремовые продукты, например, румяна от Rare Beauty, я всегда стараюсь использовать эту основу от Colourpop Pretty Fresh Hyaluronic Hydrating Foundation. Супер-классная вещичка. Так вот, эта пудра у меня, я думаю, остается все-таки в фаворитах, просто потому что это очень хорошая, ну, такая ежедневная пудра, но я так понимаю, что с ней лучше не шутить, не носить ее, допустим, когда вы знаете, что будет очень жарко на улице. У меня почему-то так вышло, я еще буду ее тестировать и скажу вам в одном из следующих видео, в общем, что было причиной. Мне хочется, чтобы эта пудра от Fenty, новинка, да, она такая классная, показала себе именно так при таких погодных условиях, тем более, учитывая, что я живу в Флориде. Дальше, я хочу перейти теперь к средствам по уходу за кожей лица. Мне будет, опять же, очень интересно узнать, что вы думаете обо мне, говорящей о уходе, потому что, понятное дело, все-таки уход за кожей более индивидуальный момент, это не макияж, поэтому интересно ли вам этот этим не знать. Итак, первое, с чего я начну, это маска для губ от бренда Honey Jarrett. Я покупала ее на Черную пятницу и до сих пор пользуюсь ей каждый день с момента, как я открыла. Каждый день, когда я иду ко сну перед сном, я использую эту маску, и она просто потрясающая. Мне кажется, что она даже лучше, чем маска от Laneige. Эта маска для губ, она не имеет в себе никакого вкуса, то есть очень часто, у меня много масок для губ есть, но, да, она прозрачная, не липкая никакая, и очень часто эти маски имеют в себе очень странные какие-то вкусовые добавки, то есть это все потом остается у вас во рту, и мне приходится чаще всего просто вытирать или сплевывать все то, что мне накапливается после использования маски с очень сильными ароматами и вкусами, не с этой маской. С этой маской я наношу ее на губы, я ничего не чувствую, я могу идти ко сну, и мои губы не будут прилипать к моей подушке, то есть я не знаю, почему об этом бренде никто не говорит, у которых очень качественные товары, еще и недорогие, но они не продаются, конечно, ни в Сифоре, ни в Алте, по-моему, у них только онлайн сейчас продаются, и товары их делаются, кстати говоря, в Корее, тоже очень большой плюс, еще один продукт от Honey Jarrett, это их очищающий бальзам вот в таком варианте, здесь невероятно большое количество продуктов вы получаете, получаете вы 95 миллилитров продукта, и этот бальзам очищающий, он стоит очень доступно, то есть я помню, я покупала бальзам очищающий на Сифоре от какого-то бренда, супер знаменитый бренд, о нем все говорят, американские ютюберы, и мне хватило этого бальзама на месяц, то есть я использую обычные пропорции, не слишком много, достаточно просто для того, чтобы мое лицо было чистым после моего макияжа, и это средство у меня до сих пор, до сих пор есть, я использую его каждый день на минуточку, каждый день, и я думаю, что мне хватит его еще на месяц, полтора точно, иногда я просто пробую какие-то новые бренды, которые я раньше не пробовала, и я просто немножко в шоке от того, что есть столько много разных классных брендов, и о них не говорят, понимаете, вот очень хочется верить, что эта компания Honey Jarrett, они как-то выйдут на больший рынок, потому что у них есть большой потенциал, у меня и сыворотка их есть, сцентелла, я использую ее каждый вечер, все в процессе пока идет, однако, есть у меня парочка других сывороток, которые я использовала в течение месяца, наверное, и я увидела результат, или они мне очень понравились, потому что эффект виден тут же. Первое, с чего я хочу начать, это сыворотка от Murat, о ней я говорила в своем инстаграме, это ретинол, я знаю, что многие говорят, ретинол это слишком такой продукт, рановато использовать его для твоей кожи, куда? Я считаю, что это хорошо использовать продукты антивозрастные, антиэйджинговые, просто для профилактики старения, эта сыворотка просто бомбическая, я использую ее, допустим, если я знаю, что я буду снимать видео, чтобы моя кожа была более такой гладкой, здорово выглядящей, но не больше двух раз в неделю, это 100%, она не очень дешево стоит, ребят, она стоит 80 долларов. Мы получали ее в Trend Mood Box, по-моему, и, в общем, я рада, что я купила тот Trend Mood Box, потому что это невероятно здоровское вложение в красоту, ну, смотрится обычно сывороткой-сыворотка, бесцветная, запах у нее есть, ну, такой небольшой запах, и, в общем, я ее использую, когда считаю это нужным. А вы используете, ребят, какую-нибудь ретинол каждый день, или вы считаете, что нет, это плохой продукт, не нужно вкладывать в превентативные меры против старения? Пишите в комментариях. Дальше, другой продукт от Glow Recipe, мне стал нравиться Glow Recipe, не все их продукты я попробовала пока еще, но постепенно. Этот продукт называется у нас Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops, это мультифункциональное средство, вы можете использовать его, например, перед нанесением увлажняющего крема, это даст вашему лицу такое, как сияние изнутри, это что-то вроде блесток на вашем лице, но это имеет в себе натуральные источники блеска, то есть никакой микки здесь нет в составе. Ууу, видите, какой блеск, это очень красиво смотрится. Многие люди говорят, что липко, очень липко, но когда я смотрела Роберта Вэлш, по-моему, так его зовут, Вэлш, он говорит, что не нужно много очень продукта использовать, достаточно просто выдавить одну или две капельки, и этого достаточно, чтобы ваше лицо полностью покрылось этим продуктом. Он пахнет, кстати, так же, как и тонер их с арбузом, у меня он тоже есть. Я считаю, что эта сыворотка, она реально дает мне такой эффект холеной кожи, то, что я хочу на повседневку видеть в зеркале. Продукт работает, я в восторге. А вы, ребят, пробовали что-нибудь от Glow Recipe, если да? Пишите в комментариях, мне будет очень интересно знать, что вы пробовали от Glow Recipe, и восторги ли вы от этого бренда или нет. Другой продукт, который я недавно приобрела, когда я делала свою холл или распаковку товаров с E-Style, это вот такой мист от бренда Seoris. Интересный мист, о котором очень многие говорят. Он двухфазный, то есть там нужно взболтать, потом уже использовать и пшикать на себя. Давайте же это сделаем. Он приятно чувствуется очень на лице, такой свежающий имеет эффект. Я люблю использовать его больше, наверное, в течение всего дня, когда, допустим, я знаю, что моя кожа нуждается в увлажнении, и мист в этом очень хорошо помогает. Дизайн, наверное, это то, что привлекает в этом бренде больше всего. Он красиво смотрится на косметическом столике, да. Конечно, нужно больше времени использовать его, чтобы понять, как он работает. Делает ли он так, что мое лицо смотрится по-другому, более увлажнено, более сияющее? Посмотрим. Обязательно расскажу вам об этом в следующих видео. Makeup razor. Средства, о которых я говорила в распаковке на Черную пятницу. Я купила их, и я довольна, что я купила их. Знаете почему? Потому что очень часто, когда я делаю какой-нибудь макияж тяжелый, и иногда не хочется использовать столько много бальзама, чтобы просто-напросто его смыть, эти маленькие штучки помогают очень хорошо с этим справиться. То есть, да, я постирала... Сколько я постирала? Я постирала, наверное, половину из того, что у меня было в упаковке. Как это работает? Вы их стираете, таким образом вы активируете эту микрофибру. Стирать их нужно в теплой воде, и это все активируется, вы их высушиваете, бум, можно использовать. Мне нравится, как они работают, потому что это легко, быстро, и, не знаю, нет никакого мусора после тебя, потому что ты используешь эту штучку очень долгое время, поэтому, да, без каких-либо отходов, да, так сказать, удаляем макияж. И, наверное, последнее из нашего сегодняшнего списка фаворитов января, это будут патчи. Я знаю, что это звучит странно, патчи в фаворитах, ну, патчи, патчи, но именно эти патчи для прыщей, они работают как магия, не только я увидела это на своих глазах, вернее, на лице своем, но и мой муж, он был также в шоке от того, насколько они здорово работают, то есть, допустим, у вас выскочил прыщ, неважно, где здесь, 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 фух, вот. Вы можете нанести эти патчи, и прыщ уже к утру уходит, он уменьшается в размере, и как будто бы там уже ничего не было. Я не знаю, как это работает, но это работает. Я получала эти патчи в адвент-календаре от Soko Glam, и, мне кажется, я буду покупать их еще и еще. Выглядят они обычно, обычная упаковка, все, что вы, наверное, можете увидеть на любых патчах корейских, но я так понимаю, что это не просто какие-то патчи, которые, знаете, вы покупаете и используете, которые не работают. Я помню, я покупала патчи от KORS, я не увидела результаты, если честно, а вот в этих я увидела. Здесь у меня остались только маленькие размеры этих патчей, большие, конечно, быстро очень расходуются, но это тоже, знаете, можно использовать, когда что-нибудь маленькое выскочит, например. Я удивлена, что я раньше об этом не слышала, ну, о патчах, которые прям реально могут работать, и которые делают так, что прыщи исчезают с вашего лица. И вот так выглядела моя доска фаворитов за месяц январь 2021. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Мне будет очень интересно узнать, есть ли среди моих фаворитов что-то из ваших фаворитов. Если да, то обязательно пишите в комментариях, я все их читаю. Надеюсь, вы хорошо провели время с этим видео, и мне будет очень интересно услышать обратную связь от вас. Желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней, конечно же, ваша Юлия, и прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!